Приветствую вас, друзья и недругие. Здесь Алексей Воробьев, актер, живущий и работающий в Соединенных Штатах Америки, опубликовал фотографию, свое фото с комиками нашими, с Михаилом Голустяном и Александром Ревым. И по этому поводу очень бурное кипение, с друзьями, за счет того, что они уехали в Америку, перебрались на ПМЖ, бла-бла-бла. Ну, во-первых, насколько я помню, Михаил Голустян вообще является таким другом, товарищем Рамзана Кадырова. Они вместе очень смешные скетчи записывали. Мне кажется, что странно, если бы он так резко развернулся. Что касается Александра Рева, ну, не так давно были скандальные заявления, опубликованные «Комсомольской правдой», заявления его отца о том, что он Александр Рева, а не отец, друг Владимира Зеленского, поэтому он никогда не приезжает в свои родные края. Его ноги не было в Донбассе, пока там российский оккупант. Как-то так. Я даже вынужден был обнародовать фрагмент своего очень давнего интервью с Александр Ревой, и он рассказывал, что отец ушел из семьи и бросил их. Поэтому, возможно, нежелание общаться с отцом или навещать его, может быть, связано вот с этим вовеком, а не с каким-то там конъюнктурно-политическим. Но, во-вторых, вы все можете представить вообще этих комиков из «Коменди-клаба», вообще выступающих на Донбассе, хоть кого-нибудь. Они, во-первых, им действительно есть что терять. У них у всех и гражданство, и вид на жительство в странах НАТО, и, ну, и недвижимость. Тот же любимец Ирины Ирины Русмановой, Павел Воля, живет, насколько я знаю, из его соцсетей в Латвии или где-то там в Прибалтике, песни совсем не о том, не имеет значения. Поэтому, ну, во-первых, они с репертуаром со своими, где, в общем, основной упор на слово «жопа» делается, не очень смотрелось бы, мне кажется, в прифронтовых краях со своими выступлениями. Ну, и еще один момент. Я считаю, что все имеют право жить там, где хотят. Уехать, даже уехать после того, как началась война, я не считаю, что это какое-то предательство. Если человек не делает заявлений, таких как, там, Аля Чулпан Хаматова или Максим Галкин, если люди просто решили, что им комфортнее будет жить в другой стране, неважно в какой, но они имеют полное право вообще, что это такое вообще, откуда вот эти вот представления о том, что нужно тут-тут же, не знаю, сплотиться в зоне Садового кольца вокруг Кремля и там что-то там как-то стоять локтем к локтю. Но это, во-первых, это совершенно для нашей творческой лице, это совсем-совсем не пройдет. Вот, хотя, честно, могу признаться, я, взирая на то, как это поставлено на Украине, все, вот не могу не признать, что там это хорошо организовано. У них актеры, певцы идут служить. Даже неважно, идут они вот по факту в терроробороны. Ну, они одевают камуфляж, пилят селфи, рассказывают что-то такое очень духоподъемное, патриотическое, и там даже кто-то из них там был ранен где-то на каком-то блокпосту. То есть, во всяком случае, вот показывают, что они со своей стороной, со своими вооруженными силами. В этом смысле там есть такая вот мобилизация. Я не про юридический аспект говорю, мобилизация, а вот мобилизация такая вот нравственная. Вот здесь надо бы посмотреть, и не братским опытом, может быть, в каких-то моментах воспользоваться. Вот, а насчет того, что нам комики композируют с актером в Америке, ну, отлично и хорошо вообще. Это сотый раз, повторю, это их личное дело. Очень смешно требовать людей, чтобы они там не смели рассекать с гастролями, с частными поездками где-то. Пока так не стоит вопрос. Пока. Пока, во всяком случае, у нас специальная операция идет, даже не война. Мы еще не начинали, сказал Путин. Но вот, когда мы начнем, тогда вот можно будет говорить об этих моментах. Хотя, опять же, я вспоминаю очень давнишнюю историю, когда Иван Ахлавыстин опубликовал фотографию свою из Испании, где он там попивает винцо. Кстати, у меня была с ней беседа, где он рассказывал очень смешно про Испанию. Обязательно надо будет как-нибудь выложить про то, как он троллил испанцев гимном России в какой-то прибрежной кафешке. Но, опять же, песня совсем не о том. И я помню, вот эта фотография Ахлавыстина вызвала такую реакцию либеральной общественности, что вот что же он ездит в Геевропу, не ездит он в Крым, лучше бы поехал на Байкал. Такая же абсолютно хуйня полная. Почему человек не может поехать туда, куда он хочет? Тем более, сейчас вообще пускать перестанет всех. Но, в принципе, ну почему? Всегда вспоминаю Сергея Ильинича Доренко, когда он говорил про климатическую эмиграцию. Ну, 9 месяцев зима вместо фиников морожка. Как Саша Чёрный, когда говорил, Александр Борисович Градский исполнил песню Саши Чёрный. Вот климат просто такой, что Родину-то можно любить, не обязательно находясь в средней полосе. Мне не мешало её любить, когда я там был в Америке, когда был на лазурке. Давайте вот эти все вещи как-то не путать и спрашивать там с того же Льяву или с того же Галусяну за какие-то другие вещи, а вовсе не за фотки с Александром Бородьевым. Окей? Продолжение следует... Да, нравится мне очень, да, нормально, нормально, да, это Александр Васильевич, хорошая передача, нравится мне, хотел сказать в один момент, не совсем согласен, я, значит, вот, есть новое, что ваш сын там в зале, вы здесь не совсем правильно, что младший сидит, когда старший стоит, да, и там, короче, такую шутку хотим сделать, что, ну, не совсем правильно, что младший сидит, когда старший сидит, сейчас предлагаю чуть-чуть по-другому делать, что вы его здесь должны сидеть, он там должен стоять, да, и хочу, ну, по тумбе, ну, вот так, прям, как я-то, Стол ломать не буду, я тумбу так аккуратно сделаю чуть-чуть. Меня честно спрашивают про выборник, почему США так получилось. Я сюда веду, чтобы выиграть Трампу. Я говорю, что Хиллари будет такой, саламалейкум Трампу. Ну это если Трампа, если Хиллари будет. Трамп выиграть его. Хорошо, если Трамп выиграть. Ну и приезжайте в Грозный, там делаем КОН. Который меня копирует, этого Голустяра с собой горит. Ноги половать на руках носить. Ноги половать на руках носить там. Это очень серьезная вещь, новинка. Конкретный, капитальный. Сын, сын ребенка. С нами шутки плохо иметь. Скажи, каклажный брат говорит Franz. вот эти люди которые добиваются успеха и становятся известными в вашем амплуа ну как вы говорите шоумен ну человек который смешит так скажем они почти всегда хотят сыграть какую-то такую ну драматическую серьезную роль есть такая роль у вас вообще в голове роли вы хотела не а по поводу того что пишут выбить не только условно говоря читатель того что пишет вы же и писатель вы же блогер такой в общем как бы просто прославленный блогер прославленного там к сожалению я может и к счастью ничего не у ваш блок он приравнивается к средств массовой информации мы сейчас не любое аудитория должна быть ну как это вот как каково вам это когда называется волком то закладка как вы себя ощущаете в качестве журналистов условно говоря чека который пишет средства массовой информации ли вы такая таковым себя не ощущаю я не ощущаю себя таковым поскольку я не освещаю что-то я могу написать я просто могу написать какую-то я устал или там я не знаю ой но и погодка сегодня это этому это все равно так и остался мой личный микроблог я также выкладываю в соцсети фотографии но я ну иногда там меня просят мишка у нас там шоу какое-то или у нас там концерт можешь пропиарить да пропиарить и я в силу своей доброты и мягкой сердечности говорю ну да конечно я это сделаю там мне очень не нравится фидбэк этого всего то есть обратная связь то я понимаю что люди в лицо мне никогда не скажут а за глаза они могут там написать какой-то а вот там касается и национальных вопросов могут написать мне что-то и касается это но много завистников они просто пишут либо просто школьник какой-то он понимает чувствует свою безнаказанность может просто написать хотя может он сам того не думает или не ощущает того что пишет но он написал это либо просто какой-то парень с юношеским максимализмом взял и написал просто чтобы я что-то ответил естественно я не отвечаю на это правда ну я за живое общение то есть мне проще встретиться с группой моих почитателей или поклонников моего творчества и поговорить воочию тут я чувствую как раз таки этот обмен энергии через интернет его не происходит даже через телевидение через кино он есть но через интернет я не ловлю его его нет он очень сложный он не не знаю и тут анонимность в интернете она раздражает просто в общем совершенно не понимаешь что это кто это и зачем-то это может быть чей-то заказ это может быть того что да я и я в этом смысле скажу да я бы я против анонимности интернете тем более что кому надо те все все знают возьмите пожалуйста животное она по-моему достойно себя повело то есть никуда держал не пытался убежать вот что важно не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений доделев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24 а вот школе вот это прозвище слышал в одном из интервью рева корова рева корова а рева вот и я думаю рева 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 ну понятно да да тогда понятно почему рева корова то есть я так удивился рева корова рева это такая эстонская до история какая-то вот так звучит как что-то такое скандинавской нет скажем так там есть прибалтийские корни есть на границе эстонии с латвии там жили люди вот по фамилии скажем так история фамилии фамилия была рва вот по крайней мере я слышал этот родного отца которые которому рассказывал дед которому рассказывал праздник которому так сказать рассказывал про праздник а с папой я насколько понимаю он ушел до из семьи достаточно рано до очень рано ушел контакт какой ты сейчас мы иногда созваниваемся контакт но у него сын стал вообще легендой экрана в общем как-то у него должно быть что-то в этом смысле не есть и есть контакт обязательно мы созваниваемся без этого никак с отцом нет по-разному параду с отцом мы общаемся то что есть тоже какой-то такой уровень не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24 алексей а вот технические вопросы ну пара тебе технических вопросов давай вот как распределяется время между америкой и россией сколько проводится довольно довольно трудно объяснить потому что я можно к и половину половину потому что я несколько месяцев например полтора месяца я сижу в америке пишу альбом вот или лечу там в мадриде я тоже записываюсь на студии в мадриде до в мадриде все для одного альбома ну вот или там какие-то съемки но обычно это в пределах двух месяцев я нахожу где-то за границей после возвращаясь сюда и примерно столько же я сижу здесь сейчас вот у меня съемки я по моему по моему где-то в десятых числах лечу в америку снова но там вообще на две недели всего просто поработать и обратно а вот поработать а там вот какой статус там рабочие визы или вид на жительство рабочая виза а в мадриде почему мадриде по что испанский язык а америка будет говорить по-испански рано или поздно что почему как-то логика нет дело в том что мой продюсер радуан это человек который делал первые треки леди гаги у него несколько грамм я думал честно говоря что это название компании а это вот просто это его имя его зовут но его мама так называла это на самом деле это марокканское имя такое есть настоящее его родного брата зовут редван взял им он араб он из марокко на марок да довольно обычный арабский парень вырос швеции занимался музыкой детства и вот так его жизнь привела поэтому это это кстати удивительная история того как ему уже когда мы подписали контракт я начинал только тогда говорит по-английски ему задал вопрос говорю неужели вы ну правда считаете что это может сработать потому что я ну я адекватный человек у меня было сколько мне 24 года было я абсолютно здраво смотрю на вещи вот и мне было приятно что он поверил как бы вообще и он любит делать что-то новое в этом вся наверное загвоздка того что он решил взять русского русского артиста и сделать его мировой звездой ну вот и я говорю неужели вы думаете что это действительно может сработать он говорит алекс сейчас посмотри на меня перед тобой говорит сидит парень которому как и тебе в детстве нечего кушать парень да вот я вырос я занимался музыкой занимался этим всю свою жизнь говорит и сейчас у меня грэмми сейчас у меня контракты и все дела поэтому нет ничего невозможного не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24